Добрый день дорогие друзья! Мы начинаем наш второй урок на тему 250 лет после входа в Египет. Вот завершение. Мы еще раз часть колен уже разобрали, сколько она стала, какие изменения произошли. Теперь мы пришли к колену Йосифа. Йосиф представлен двумя коленами, это двойная доля, которую Йосиф получил, как первенец, первенец Рахели. И у нас два колена, колена Минаше и колена Ефраима. И первым, как ни удивительно, называется здесь колено Минаше. Мы знаем, из книги Бреши в конце Лаеваяхи написано, и видел Йосиф у Ефраима, детей до третьего рода. Также и сыновья Махира с сыном Минаше были взлеены на коленях Йосифа. Вот. Значит, как нам теперь на это смотреть? Вот смотрим. Смотрим. У всех максимально, кто были родоначальниками семей, это дети и внуки. Максимально до внуков. Как у Ягуды, допустим, или Ошера. А вот смотрим, что происходит с Йосифом. Вот смотрим. Йосиф Минаше. Минаше это первое поколение. Так. Минаше родил Махира. Это уже два поколения. Это уже внук Махир. Семья Махира. Махир родил Гелиада. Семья Гелиада. Это уже правнук. И вот шесть сыновей Гелиада. Езер, Хиле, Касрель, Шахем, Шмидар и Хефер. Эти люди тоже получают звание семья. То есть, пятое поколение. Мало того, написано, что Хефер родил Савхада. А у Савхада дочери. Махла. На Хагла, Мелька и Терца. То есть, семь поколений Тора перечисляет у Йосифа. Вот. От Минаше. То есть, он заслужил. Видно, огромные заслуги у Йосифа. И что мы узнаем? Узнаем, что Значит, есть Человек Савхад, который уже не называется Главой семьи. Но потом будет написано, что стали дочери Савхада Женами сыновей, дядей своих. То есть, получается, у Савхада тоже были Братья еще. Которые Тора нам не считают нужным сообщать. Также мы смотрим И видел Йосиф у Ефраима детей третьего рода. Также и сыновья Махира, сына Минаше, были взялины на коленях Йосифа. А кто у нас эти сыновья? Геляд. Мы знаем одного Геляда. Но так пишется сыновья. Значит, у него еще были дети Кроме Гелиада у Махира Которых нам Тора не считает нужным сообщать о них. И мы вообще знаем комментарий Рамбана. Он говорит На фразу, что Яков Объясняет Йосифу, что Сыновья Минаше и Ефраим Они будут мои Подобны Ревьяна Шивона Будут мои А дети, которых Ты родишь после них Будут твои И Рамбана говорит Да, у Йосифа были еще дети Просто Тора Не считает нужным нам о них сообщать Видно, для нас Это Не нужно Не так нам это важно Теперь смотрим, что происходит Значит По числам Колено Минаше Было Самым маленьким Было всего 32200 человек В пустыне Лавей Бабидбар Что происходит Сейчас Колено выросло На 20500 человек Стало 52700 Если мы посмотрим Эфраим У него было 4500 Но у него Станет 32500 Станет меньше Но При первом пересчете У Игуды было 74600 человек В колене А Если сложить колено Эфраима И Минаше То было меньше 32200 Плюс 40500 Будет меньше Этого числа То Игуда Был впереди А вот Теперь Сейчас Когда мы посчитаем Игуды Колено увеличенность На 1900 Человек Стало 76500 А у Йосифа Больше 80000 52700 И прибавит 32500 32500 Да У Эфраима То получится Больше 80000 Намного То есть Чуть ли не 85200 Получится Вот так То есть Иосиф Иосиф Стоит Впереди В данном Случае Значит У Эфраима Было Три сына Шутуллах Бехер Тахан И Все они Названы Родначальниками Семей И сын Шутуллах Эйрам Это его Внук Получается Эфраима Тоже Становится Главой Семьи То есть Четверо Получил Глав Семьи Все Целые Никто Не погибает Значит Теперь Смотрим Дальше Смотрим Колено Бинямина Глобальные Изменения У Бинямина В главе Вайгаш Насчитывается 10 Сыновей Больше Всех У Бинямина Хотя По численности У Бинямина Было Людей Немного Получается Всего 35 400 Человек Если мы Берем Дана То у него От одного Хуши Моего сына Было 62 700 То есть Не Взавис Не всегда Так Что Если у Человек Много Тей То Потомство Огромное Какая Браха У всех Разная Смотрим Бинямина Значит Лава Игаш Белла Бехер Ашбель Герана Аман Ихиро Шмупим Хупим Иарт 10 сыновей Теперь Мы смотрим Что произошло Теперь Мы видим Осталось Только 5 Мало того Что 5 Так еще И с изменениями Имен У троих Имена Поменялись То есть Белла Остался Беллой И Ашбель Остался Ашбелем Но Ихи Стал Ахирам Им И поменялось Что-то Происошло А Мупим И Хупим Стали Шфуфам И Хуфам Остальные Пропали Раша Говорит Погибли Эти семьи В битве При Масаре На стоянке Масарот Когда с левитами Дрались Мы хотели Вернуться Назад В Египет Но Левиты Нам не хотели Это дать Мы уже Ушли Вернулись То есть Назад На 7 переходов На 8 стоянок И левит Назонали И в этой Братоубийственной войне Было убито 7 семей Вот одного Мы считали У Кого у нас там У Шимона Одного сына Не стало Агадова звали И у Ашера Ишва Пропал Ну и вот У Бениамина Пропали Дети тоже Пятеро пропало Теперь смотрим Дальше Были сыны Беллы Арды Наоман От Арда Семейства Арда От Наомана Семейства Наомана То есть Два внука Стали родичайниками Семей Итого Из 10 возможных У Бениамина Стало 7 семей Вот так По количеству Что касается Бениамина Было 35400 Человек У нас В главе Бебит Бар И теперь Колено выросло Стало 45600 Человек Вот так Бениамин Вырос немножко Теперь Сыновья Дана Мы знаем Что сыновья Дана Хушин Его звали Одного Звали Хушин был Глухой Он убил Исава Здесь Написано Шухам Сыновья Дана Шухам И Количество Было 62700 Очень Большой Результат От одного Больше Ни у кого Нет Чтобы от одного Сына Стало Произошло А теперь 64400 Даже больше Стало После Пересчета Почему Называется Сыновья Дана Хушин Во множественном Числе Он же Один Почему Говорить О множественном Числе И я Читал Один Из Комментариев Что Он Имеет Очень Большое Поколение После Него Очень Потомки Он Многочислен Поэтому Называется Дана Хушин Здесь Имя Получается Шухам Я не знаю Что Произошло Раз Имя Поменялось Может Это заслуга За то Что Он убил Исава Когда Исав Не давал Похоронить Якова Вот так Вот Он Был Глухой Но Он Понял Что Исав Наезжает Не дает Это Делать И Пришел На похорон И требовать Что Там Ее место В пещере Махпела И он Его Убил Вот Так Вот Это Будем Разбирать В другой Главе Так Теперь Сыновья Ашера Имна Ишва Ишве Ибриа Их Были Сны Ибри Их Ибри Имолкей Это Мы Читаем В главе Вайгаш А здесь Когда Разбираем Семьи Ишва Пропал Этого Колена Не стало Этой Семьи Погибает Там же Где мы Гаврили Битва Время Сорот И Сыновья Ашера Их Было 41 500 А стало 53 400 Человек Вот так Есть Изменения Больше Стало Сыновья Ашера Что касается Нафтали То Все Его Сыновья Значит Все Они Четыре Все Сохранились Их Цель Гунии Цер Ишелем Их Звали Так же И здесь Так же Называются Те же Именно Названы Стали Семьями И Интересно Что Одного Из сыновей Назвали Шелем Возможно Потому что Древнее Название Столицы Нашей Страны Иерушалаем Шелем Называлась Страна Шелем Город Шелем Назывался Вот так Вот Что мы читаем В Торе Иерушалим Что вышел Малки Цедек Царь Шелем Он был Священник Бога Живого И говорится Что это Иерусалим Малки Цедек Это был Шем Сынах Теперь Интересно Написано Колени Ашера Что имя Дочери Ашера Серах Тоже Наши Мудрецы Говорят Что она Была Достойнейшая Женщина Это Она Сообщила Якобу Что Йосиф Жил Потому что Просили Братья Сказать Ей Это Яков Потому что Яков И так Не поверил Пока Уже Не увидел Реальное Доказательство И она Дожила До времен Царя Давида И живая Ушла на небо Как пророк Ильяху Как Ханох В общем Знаменитая Личность Это Она Помогла Найти Гроб Йосифа В Египте Потому что Уже Не было Этого Поколения Не знали Где Египтя Они Спрятали В общем Это другая История Общее Количество Людей От начала Мы разберем Колено Нафтали Было Значит 53 тысячи Четыреста Человек Стало меньше 45 тысяч Четыреста Человек Стало меньше В колене В колене Нафтали И Общее Число 601 730 Человек Это Пересчет Последний Пересчет На стоянке Шетим Напротив Верихона И мы знаем Что у нас Было При втором И третьем Пересчете Было 603 тысячи 550 человек И теперь Стало Немножко Меньше Но мы В этом Сами Виноваты И это Братоубийственная Война И то Что мы Гневили Всевышнего В пустыне Когда Напали На змеи И в особенно На шетиме Когда Был мор Изапиора Так что Надеюсь Что мы Больше Так делать Не будем И будем Достойными Детьми Нашего Ашема Так А на сегодня Наш урок Заканчивается Урок Анна Батклара Шимон Бенецхак Борис Бенария Анна Батривка Полина Пер Батсоня Сура Лена Батклара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Евгений Бен Софья Двойра Бат Мириам Моисей Бен Ева Ирина Бат Двойра Йоси Бен Раиса Инесса Бат Маэль Евгений Бен Берта Евгений Бат Ита Фира Бат Анна Геннадий Бен Елена Леор Бен Клара Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла Мазл Парасас Гула Ирина Батури Арон Арье Бенури За хороший дух Арон Арье Бен Двойра Денис Бен Нахум Абигал Бацар За Парнаса Ибриют Ларир Бен Раев Марина Батрая Борис Бен Марина И всего хорошего Олегу Марченко Всем браха Парнаса Кавана Мазл Тол Что мы это время не грешили Изучали Тору Всем всего самого наилучшего До следующих встреч Надеюсь на состоится Завтра В 15.30 Всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok